Дамы и господа, всем здравствуйте! Вы на канале Смачно! И сегодня мы с вами пойдем отдыхать в аквапарк в городе Коктебель, поселке Коктебель, Республики Крым, Россия. Сегодня на дворе 11 августа 2016 года. Сейчас я нахожусь на территории стоянки данного аквапарка. Значит, вкратце, как сюда добраться, если вы находитесь, допустим, в Феодосии? Во-первых, ходят пригородные сообщения автобусов с любой автостанции того города Крыма, где вы будете, соответственно, отдыхать. Во-вторых, если вы отдыхаете в Феодосии, то мой вам совет доехать до центрального, точнее, до главного рынка, и там сесть на маршрутку, которая стоит 28 рублей. И спустя 40 минут вы окажетесь вот перед этим зданием. Соответственно, вы окажетесь сначала вот там, там находится у нас остановка общественного транспорта, буквально 10 минут пешком, даже может быть 5, и, соответственно, вы подходите. Аквапарк работает ежедневно, есть сайт, ссылочку оставлю в описании. С 10 до 6 вечера стоимость взрослых полторы тысячи рублей с человека, с двух часов дня тысяча двести рублей с человека, или тысяча триста, как-то так, ну, там экономия не совсем такая большая. И, соответственно, вроде как стоянка платная, 150 рублей, но люди возмущаются, говорят, что еще платить такие деньги, чтобы приехали за такую сумму продающего, продающегося человека, поэтому вроде как бесплатно поставили машину. Наслаждайтесь увиденной картинкой, до скорых встреч, как говорится, обязательно поставьте лайк, может быть, это все сделаю под вузочку, может быть, еще с каким-то текстом, точнее, с каким-то голосом, ну, в общем, главная площадь этого аквапарка. 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 Ну что, друзья, короче, мы в аквапарке, и я хочу вам сказать, территория аквапарка, я думаю, здесь надо будет делать какой-то обзор, на самом деле он очень маленький, здесь насчитывается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вообще, по плану проекта, 24 горки, из них 12 детских, но сама территория со старыми шезлонгами, как бы, с вот этой вот всей инфраструктурой, с 2000 какого-нибудь там года, вот, лет 10, наверное, уже аквапарка, может быть, чуть больше. До сих пор вывески на украинском, до сих пор шезлонги старые, если обратить внимание, там более-менее нормальные горки, никаких здесь. Это семейный спокойный отдых с плаванием в бассейнах, бассейны, вот это, я думаю, что это центральный бассейн, это тоже центральный бассейн, в общем, друзья, достаточно маленький, достаточно семейненький такой, знаете, прийти действительно с маленькими детьми отдохнуть, это, наверное, вот сюда. Стоит ли это 1500 рублей? Maybe, maybe, я не знаю, как бы. Второй раз я точно сюда не пойду, по одной простой причине, что это не та категория удовольствия, не та категория экстрима, допустим, которая нужна мне. Здесь из экстремальных, только вот эта черная, ну, ее экстремальность заключается в том, что она просто тупо черная, больше в ней ничего никакого нету. Все остальные горки категория, наверное, там, единичка плюс двоечка, то есть, ну, ничего такого. А так, в принципе, вполне годно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не знаю. Конечно же, второй раз я сюда не пойду. Ну, а посещать мне этот аквапарк вам, думать, конечно же, только вам. Потому что полторы тысячи рублей... Кстати, хотел бы сказать по поводу питания. Питание на территории аквапарка происходит следующим образом. Если честно, я таких цен не видел даже в клубах. Хотя я, в принципе, давно у них не был. Но... Гамбургер стоит 300 рублей. Мороженое стоит 150 рублей. Пиво стоит говеное 150 рублей, разливное пол-литра. Неразливное, которое стоит в магазинах, 50 рублей. Здесь стоит 150 рублей. Бананы, там всякие сладости. По сути, детям, кроме попкорна, от 100 рублей до 400 рублей поесть нечего. Шашлык 4 маленьких, прямаленьких кусочков свинины стоит 150 рублей. Лимонад стоит от 150 рублей и до 350 рублей. В общем, если честно, цены ого-го. Ну, вы закрыто, замкнуто, грубо говоря, пространство. И у вас нет никакого выбора для того, чтобы, как говорится... Ну, была какая-то альтернатива, и вы просто взяли и пошли, сходили там в соседний ресторан и поели там на те же полторы тысячи рублей, как бы, но зато с удовольствием и немножко другие блюда. Так что, вот так вот, задумайтесь перед тем, как это делать, потому что я думаю, что в 2017 году, на этот сезон, откроется примерно с такими же ценами, или будет подорожание от 20 до 40%. Так что, имейте в виду. Еще раз спасибо за внимание, ставьте лайз, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, в каких акварках вы были и понравилось ли вам. Пока!